В городе на Неве произошло страшное происшествие, когда автобус упал в реку Мойку, унеся жизни семи людей. Из всех пассажиров удалось выжить лишь одному человеку. Вопросы к водителю и перевозчику возникли не только у правоохранительных органов, но и у журналистов, которые провели собственное расследование. В этом выпуске мы расскажем, как развивалась ситуация и о том, что выяснилось в ходе расследования. Просьба подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Трагедия разыгралась в северной столице 10 мая. Автобус с пассажирами, поворачивая с Большой морской улицы на поцелуев мост, въехал на пешеходную зону, столкнулся с автомобилем и в результате упал в реку. Автобус мгновенно ушел под воду и в салоне стало темно. Пассажиры не успели даже выбить окна, чтобы выбраться, под водой ничего не было видно. Все произошло в считанные секунды. Единственный выживший пассажир, Александр Тверетнев, сейчас находится в больнице. В этой ужасной аварии он потерял свою любимую жену. Он пытался выбить стекло ногами, но не смог ориентироваться в темной воде. Они с женой держались за руки, но в какой-то момент потеряли друг друга. После этого Александр, используя поручни, пробрался вперед и пытался вдохнуть воздух у крыши. Спустя некоторое время он увидел свет и трое мужчин через люк вытащили его на крышу автобуса и оказали первую помощь. Позже он рассказал, что пришлось пережить. Моментально стала прибывать вода, моментально. По колено, а потом все. Полностью все заполнило за секунды. Мы с женой держались за руки. Я ее потерял. Темно. Коричневая темная вода. Рассказал Александр в беседе с журналистами. В день трагедии за рулем автобуса был Рахматшох Курбонов, уроженец Таджикистана. Он также смог выбраться из тонущего автомобиля. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, и мужчина был задержан. Сотрудники Следственного комитета обратили внимание на перевозчика автобуса, компанию такси. В ходе расследования выяснилось, что с начала 22 года до мая 24 у компании было зарегистрировано 23 административных нарушения. Такси неоднократно привлекалось к ответственности за незаконную деятельность в сфере транспорта и серьезные нарушения условий работы. Компания была оштрафована несколько раз, общая сумма штрафов составила более 3,5 миллионов рублей. Такси была основана в 2017 году с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. В 2021 году такси стало обладателем семи лотов на общую сумму нескольких миллиардов рублей. До этого компания никогда не участвовала в тендерах. Перевозчик принял участие в тендере от СПБ ГКУ «Организатор перевозок» и выигрывает сразу семь лотов на три с лишним миллиардов рублей. Средняя цена лота составляет более 500 миллионов рублей. Государственный тендер проводился в соответствии с федеральным законом номер 44 «Гозакупка». Как компания, ранее не участвовавшая в государственных тендерах, смогла выиграть семь контрактов на общую сумму более трех с половиной миллиардов рублей, остается неясным. В настоящее время следствие продолжается по двум уголовным делам нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Водитель автобуса утверждает, что тормозная система транспортного средства не работала. Но в суде он признал свою вину и раскаялся. Рахматшох Курбунов был арестован Октябрьским районным судом на два месяца. В суде мужчина пользовался услугами переводчика, так как не владеет русским языком. Несмотря на это, у него есть российский паспорт. Как он его получил, остается тайной. У водителя трое детей, он проживает в России уже два года, и за это время его неоднократно привлекали к ответственности за нарушение ПДД. Родом из Таджикистана, там он получил высшее образование и является юристом. Также недавно стало известно, что в отношении водителя автобуса по поручению главы следственного комитета Александра Бастрыкина было возбуждено новое уголовное дело о фиктивной постановке на учет иностранных граждан. По данным следствия, в феврале-марте этого года Рахматшох Курбонов мог за вознаграждение незаконно зарегистрировать не менее 10 иностранцев в принадлежащей ему квартире. Ранее в ведомстве сообщили, что СКР проверит законность получения российского гражданства самим фигурантом. Был задержан также начальник автоколонны перевозчика. По мнению правоохранительных органов, он не соблюдал режим отдыха водителей, заставлял их работать сверхурочно и не контролировал соблюдение правил безопасности. По версии следствия, водитель автобуса, попавшего в аварию, несколько дней не получал должного отдыха. Можно предположить, как будет развиваться дело. Перевозчик, вероятно, будет пытаться свалить всю вину на водителя, а адвокаты водителя – на компанию, которая заставляла его работать сверхурочно, в результате чего водителю стало плохо. Что еще хотелось бы сказать? Мигрантов часто привлекают к работе в качестве водителей автобусов из-за низкой зарплаты и отсутствия у них других возможностей трудоустройства. Однако недостаточное знание языка и правил дорожного движения становится для всех серьезной проблемой. Инциденты, связанные с неумелым управлением и даже участившееся попадание в ДТП, заставляют задуматься о влиянии водителей-мигрантов на общую безопасность на дорогах. И возникает вопрос, почему такие люди вообще допускаются к управлению общественным транспортом? А что насчет всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Всем добра, всем пока!